Приветствую вас, и если человек все время говорит наперекор вам, вне зависимости от того, что именно вы говорите, то это означает, что это человеку для чего-то нужно. То есть ему нужно для чего-то говорить наперекор вам. Понимаете, здесь следует сказать так. Если человек всем говорит наперекор, то это своего рода уникальная, оригинальная по мнению человека форма борьбы своей неуверенности в себе. Это по сути способ самоутвердиться, это по сути способ показать, что есть альтернативное мнение. При этом человек, какой человек, совершенно не заботится о том, выглядит ли это мнение вообще хоть как-то адекватным или нет, но главное высказать противоречие. И противоречие человек считает, что он сопротивляется, значит он не так много, как все, значит он отличается от других, и в этом он видит для себя путь к самоутверждению. Если человек наперекор всем говорит, не только вам, а наперекор всем, то значит у него такая позиция. И это защитная реакция для страхов, для сомнений в себе, для неуверенности, может быть для комплексов. То есть когда человеку сложно согласиться с другим, это всегда защитная реакция, ведь согласие и принятие мнения другого. И попытка, попытка отойти от своей точки зрения и принять точку зрения другого человека, это и есть необходимое условие для сильной, уверенной в себе, гармоничной и сбалансированной личности. Это и есть необходимые условия для нормального общения и взаимодействия с людьми. А если человек не принимает другого мнения, это значит, что у него есть только свое мнение. И это экстритризм. Экстритризм это когда человек считает, что только он во всем прав, только его мнение является самым правильным и верным. А если человек ведет себя так, то спорить с ним и доказывает что-либо не имеет смысла, он будет стоять на своем. До тех пор, пока человек сам не поймет, что его позиция ведет в никуда, ну, переубедить его никак не получится. Если же человек противоречит только вам и никому больше, это значит, что у него к вам есть какие-то претензии. Он именно перед вами хочет показаться в определенном свете, в определенном ключе, под определенным углом. И для чего он это делает, но это знает только вы. Если это мужчина, возможно, у него к вам симпатия, он так привлекает к вам свое внимание. Если это женщина, то это может быть соперничество, это может быть борьба за что-то и так далее. Это может быть скрытая жависть, контакт. Но так или иначе, если человек противоречит только вам, а другим нет, это значит, что причина для этого это ваше личное отношение. И именно в них, в личных отношениях и кроется та самая проблема, к которой не доставляет человека так себя вести. И если вы прямо спросите, почему человек вам постоянно перечит, что он вам не ответит, наверное, он будет как-то отказываться от своих слов, опровергать то, что вы говорите. Поэтому вам нужно постараться сам, самостоятельно найти те моменты, которые могут человека провоцировать на подобное поведение. Постараться отследить момент, с которым это началось, и тогда вам станет более понятно, что же заставило человека встать на такой путь поведения. Если говорить о том, игра ли это, то нет, это не игра. Джек, скорее всего, делает это неосознанно, просто потому, что у него есть какая-то личная заинтересованность в том, чтобы перечиться. Как в первом случае, так и во втором. За исключением только того, что если человек знает, что вас будет злить его контраргументы. То есть если он будет знать, что это вызывает у вас эмоции, он специально выводит вас на эмоции. В каком случае, да, это игра. Но, опять-таки, мы не понимаем, а для чего человеку выводить вас на эмоции? Что он с этого получает? С этим нужно разбираться. И разбираться с этим нужно либо вам, либо вместе со специалистом. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если я сделал его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.